привет всем с вами эндумер уровень уровень за номером 17 из 27 этой лаборатории дельта сектор 2b 2b в общем то не знаю сколько впереди что там будет букв цифр не так важно главное что мы продвигаемся по направлению к четвертому сектору в котором будет искома нами портал в прошлом уровне очень красноречиво в общем то все про сюжет было сказано очень многое мы узнали поэтому особо повторять то здесь в общем то и нечего потому что все переговорили осмыслили прослушали еще тогда поэтому я просто напомню что мы идем вперед и ищем портал по дороге ищем тех двух типов сержанта келли и если уж подвернется куб душ артефакт который мы узнали в прошлом уровне то заберем конечно и его вот в общем то и вся затравка в этот раз на на слишком короткое выступление разве что я вспомнил о том что надо сделать еще разок крайне наверное разок еще чуть чуть погромче и на 3 единицы все я думаю этого будет достаточно уж точно потому что может быть так будет немножечко лучше слышно диалоги хотя проблемы со звуком здесь капитально имеются потому что выстрелы и монстры слышны громко сами диалоги как-то тихо то есть перевели озвучили хорошо но громкости для голосов добавить забыли то есть я не знаю почему но все здесь говорят в этой игре настолько тихо что 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 кошмар просто а настроить отдельно нельзя звуки инвайронмента так скажем звуки игры звуки голоса персонажей нельзя не дают поэтому увы и ах никак ладно что ж давайте посмотрим давайте посмотрим что у нас здесь есть доберитесь до главного портала вот в общем то и что я хотел сказать заранее точнее не только сказать а еще и проверить вот он вот он майкл абрамс майкл абрамс нам нужен был pda майкла абрамса для того чтобы открыть bfg в прошлом уровне которое было закрыто я так и не нашел на уровне до майкла абрамса ладно что этом не нашел код от шкафчика это неважно но я не нашел его а оказывается он у меня все это время был и здесь где-то лежит код 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 так заменит 0 на 3 или что ну по всей видимости в голосовухе в его в общем код и этот код нужно было ввести но с помощью письма вот этого на почте заменить его голосовухе код с 0 на 3 и в общем то это был код от двери с bfg и в общем то я конечно же конечно же не знал что все это время он у меня лежит но видите как меня обманули видите как меня в общем-то обыграли обхитрили в том плане что что все это время он находился у меня все время находился пда у меня а я не знал но конечно конечно будут еще варианты в этой игре получить bfg но должен сказать что в этом плане запрятали его достаточно хорошо то есть нужно было немного пораскинуть мозгами и вспомнить лаборатории альфа сектор 4 где я в начале уровня спас мужика я убил его получил очевую спас его но за то что я спас его и он не дал там валялся в его кабинете пда который так мне не пригодился я благополучно о нем забыл и именно этот пда был от вот bfg вот в общем то в этом то и вся проблема так мне нужна карта доступа дбр какая-то да здесь что было написано лаборатории дельта просто лаборатории дельта что же очень хорошо поэтому bfg прошел мимо меня но должен сказать что ну конечно я прочитал ух ты горящий это горешь ты неприятно кстати был уже такой мог но довольно давно если я помню правильно конечно я прочитал об этом на думвике потому что я зашел на страничку прошлого уровня уж очень интересно было мне как нужно было получить bfg откуда оно должно было у меня взяться и вот в общем то я об этом узнал потом потом каю такой а точно точно был у меня потом в общем резко как вспомнил так вот она эта карточка это что а это я телепортировался оттуда туда напоминаю с прошлого уровня сюда телепортировался вот и вспомнил что было 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 дело спасал это мужика поднимал пда в общем-то и и все это должно было поменял дарю под спину или что или как-то это шарик наступил у него ну ладно в общем то все все время было все у меня но конечно же вспомнить об этом было не просто как туда попасть если там огонь ну я не хочу туда попадать учитывая что там огонь и считаю что броня у меня полную и терять здоровье которое только что полностью восполнил аптечка мне не улыбается поэтому нахрен надо зачем чтобы что правильно вот и в общем то таким вот образом пропугалась бфг ну не беда как я уже сказал потому что дадут дадут еще ух ты не увидел как минимум то что ж такое вытерю выходите теперь парами да я так понял пулеметчики с пультили с пультяпчиками где-то была птичка еще маленькая на дороге вот поэтому как минимум одна бфг шишка лежит точнее находится в руках у кэмббелла охранника свона за которыми мы идем которые находятся где-то здесь дельте когда мы их найдем склад открыт я эту бфг шишка у него конечно же приватизирую точнее возьму так что именно что есть складка зона здесь до стороны 2 склад 0 2 отлично а я думал тунта цешник какой стоит но оказалось что нет поэтому поэтому всему быть но должен должен надо должен должен отдать должен спрятали хорошо этот вот хорошо спрятали и заставили игрока в очередной раз корить себя тем то что у вас какой я невнимательный до упустил такую штуку вон он хихики битругер опять хихикающим голосом андрея ярославцева я думал он до ну я про зомби разумеется я мне почему-то вот когда вы теперь когда телепортируются им по мне почему-то начинает казаться что телепортируется ревенант так что здесь фрэнсис эриксон почти как sony эриксон волкман так что говорит фрэнсис эриксон он у нас супервайзер обслуживание без аудиозаписи в этот раз поэтому только почта от охраны дельта запрос смены кода фрэнсис немного припасов для охраны будет отправлена в твою зону пожалуйста за приехали лишь 130 мини-код на 259 спасибо томас андерсен охрана дельта клерк клерк ясно как как можно быть клерком в охране клерком в охране это двойная должность какая-то я работаю в охране но я там клерк типа можно подкатывать к телочкам говорит что да я там охране работают а сам на самом деле клерк корбин хьюз хранилище приятель фрэнсис мы получили еще одно из этих дурацких хранилищ марсианского приятеля но никто не может понять как его открыть можешь выйти в сеть и поискать код я скажу ребятам чтобы поставили его на склад наверху спасибо за помощь корбин так а что я же только чтобы у нас клади что-то я пропустил или что так 259 вроде на вот приятно когда лежит здесь по да и в общем то сам шкафчик тоже находится здесь за это конечно огромное спасибо то что не пришлось через четыре уровня вспоминать об этом шкафчики об этом по да да как некоторые а что за шкаф от марсианского приятеля на складе нет никакого шкафа зачем обманывать зачем обманывать и зачем вы травите ну что же хорошо продвигаемся продвигаемся дальше вот в общем то вот вот так вот я поделился такой вот историей как мимо меня ушла бфг обидно обидно но честно сказать честно признаться самбо без википедии я бы и не вспомнил я бы не вспомню если бы я не прочитал я бы просто подумал о том что я где-то на уровне это пда не нашел равно как код от того шкафчика который тоже остался закрытым и сказал бы ну да ладно я не мостах секретах как вы знаете я пропустил этот момент я этого не увидел так что так что так что в общем то ничего необычного а вполне даже мега где-то нет как и вот как он так прыгает как он так прыгнул по дуге это же просто невероятно ему надо я не знаю в олимпиаде принимать участие как вот смотрите просто как это было он сидел здесь и запрыгнул вот так вот за угол это вообще нечто ксу за звук мне кажется где-то мы бит я думаю что я прав кстати говоря маг это не было довольно давно а если бы точно вообще сто лет многотов не было я говорил об этом недавно что что как-то что как-то без мегатов и без рейсов тоже то есть это звук кого-то из них я с кого-то из них мы увидим хочу столько крови снова чуть нет не нравится но кто где вот не надо мне здесь телекинезу подрубать еще такое кстати когда говорю про телекинез в рамках этой игры все время вспоминаю игрушку psy ops а чё кровь столько мне вообще как-то мимо кайфа сюда идти через вывод что-то сейчас будет вы смотрите по помните мои слова так вот а 4 но что все время я не понимаю не бы так то происходит тут он сверху стоит 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 я не понял что-то я я в каком-то туполе прибывают по это почему он просто стоит и при призыва призывает импл мне кажется я начну а куда он ушел то мне кажется начинаю догадываться о чем идет лишь если честно но мне нужно подтвердить свою догадку давайте посмотрим а куда ушел то я же не убил его верно ему зон играть а это что так а нет послую показалось я вернулся на марс-сити где был но там было это окно но кухня была примерно такая же общая зона адреналин откуда музыка становится неужели из автомата ладно я кажется не убил два монстра но мне есть предположение кстати говоря в этот раз я не слышу как колотится у него сердце привет спасибо что кстати дверь не открыл по моему она была закрыта а ты там чё спишь сидишь и да вот еще о чем хотел сказать как он так быстро умер я вообще не понимаю что происходит в этом уровне если честно это был пулеметчик пулеметчик как мы помним офигительно жирный с огромным хп пулом и я видимо так лихо накидал ему в голову с плазмогана что он скопытился просто мгновенно как тот временант однажды закрыта чуть не казалось при зеленом нет вот еще о чем хотел сказать вот о чем еще вспомнил в прошлом уровне получил достижение аутбрейк или какое-то такое но дня аутбрейк там какое-то такое было слово я уже не вспомню какое или турни баут короче такое что-то было и я подумал что это достижение дали мне за то что я ракетница убил моба который сделал за ящиком там где-то в укрытии но оказывается нет что такое вон он это тут а как и тут оказался если как он там оказался если был здесь сверху очень интересно ну понятно понятно звук у этого монстр конечно такой очень обычно в общем договорю про достижение скажу про монстр в общем достижение дали за то что я каким-то образом каким-то магическим чудом устроил инфайт между двумя монстрами я пытался это уже сделать в том уровне в монорельсе да когда сломался монорельс когда там один мог этот культяпчик завис на месте я пытался с байтить ну вот вот это дешево это не пугает батить импа и зомби друг на друга чтобы они поинфайтились но не получилось что зомби не отвечал импу а когда я стал стрелять с ракетницы там был пулеметчик и ревенант как раз таки видимо что-то получилось так что пулеметчик напихал немножечко ревенант ревенант повернулся кинул в него ракету и убил его в общем инфайт получился между двумя этими монстрами и именно это ачиво и свидетельство о том что я сделал инфайт то есть все-таки задуманная мной свершилась вот и вот и хорошо сейчас тогда закончу мысль и прыгну туда потому что там что-то будет сейчас происходить не знаю пцешник это или монстр раз узнаем и в общем то вот в общем то ачиво было за инфайт за битву между монстрами которую намеренно не получилось устроить зато получилось устроить случайно вот такая была чем и по поводу этого монстра который только что был я предполагал мне есть предположение что это был арчвайл у меня реально есть предположение что это есть арчвайл он не воскрешает мобов здесь потому что здесь мобы распадаются дано на какие-то частицы и все и растворяются в воздухе заметили в этой игре почти нет трупов кроме зомби все остальные мобы которые появляются они все растворяются импы ревенанты пинки демоны все все исчезают себя растворяются не знаю чем это обусловлено чтобы не перегружать движок или наоборот какой-то дешевый способ сэкономит на движке не знаю но воскрешать в общем-то арчвайлу некого вместо этого он вызывает призывает я так понимаю импов только хотя может и не только но вызывал только импов сейчас и вот этот вот шум вот этих это как раз таки арчвайловский оказывается звук судя по всему но я помню так что это арчвайл судя по горящим рукам как он вызывает от огонь и делает в этот поджог это никто иной как именно он поэтому я думаю что я не ошибаюсь а я тебя не очень пришлют один из экземпляров которые нам удалось раздобыть еще какой-нибудь врожденное слабое место что помогло бы остановить их но пока ничего не обнаружил слишком мало времени я останусь здесь и буду искать дальше соседней комнате лежит броня и боеприпасы код к шкафу шесть два четыре но он посчитается спасибо короче удивительно это вот как тот вы как тот мем где собака до из adventure time или откуда она там сидит за столом горящим доме пью чай дом горит в общем-то на базе полную раздрай и вообще здесь все в кровяки и вообще тебе кажется что что-то здесь не так а он спокойно сидите препарируют импы и и как бы и вуз не дулать как говорится но странно довольно парень я почему-то ему не особо доверяю кстати я забыл код я забыл код пока болтал и хотел сказать то что вот эта сцена с препарацией импа вот именно вот такого вот именно вот так точно есть фильмы практически полностью воссозданно я стану здесь если что-нибудь обнаружил запишу результаты в базу данных уходи тебе же будет лучше вот скажем уходи пошли кого-нибудь на помощь скажи что я все еще здесь уходи тебе же будет я зову код и что-нибудь пес на признаться я код забыл я забыл код пока пока думал рассуждал непривычно непривычно что они когда было 15 минут назад а как здесь сохранение а это авто сейф это квиксы у ля-ля я уходи отсюда пошли кого-нибудь на помощь скажи что я все еще здесь я забыл код я помню первую цифру 6 я помню первую цифру 6 6 5 4 или 6 4 3 6 3 5 6 6 это все что я знаю и тут целых два шкафа как я мог забыть коды как я мог забыть к ним коды просто скажите мне это это невероятно что будем делать что будем делать с этим но я не знаю можно конечно пытаться подбирать можно можно пытаться вспомнить вот точно было 6 точно было 6 вот но что же что же было еще я конечно в общем-то подбирать две цифры это не так уж в общем-то и долго сложно тяжело и все все такое прочее но можем может занять какое-то время я конечно могу посидеть по подбирать потому что два шкафа мне явно выпускать не хочется но займет это довольно много времени и я конечно могу опять же сейчас посидеть поискать по подбирать и монтажом потом срезать но но не знаю не знаю попробую сделать малыш по-другому пробую сделать марш по-другому 6 секундочку срезать ничего не буду так так я сделал вот так я загляну в глубины своей памяти точнее на 2 вики скажу что код 624 в общем-то и да я пока пока вот так вот вас дистрактил малость отвлекал внимание и все о патрон для бфг снова дали и все такое я до быстренько на телефоне открыл домики и просто зашел на этот уровень и посмотрел куда таких шкафчиков я не считаю точительством не считают и зазорным потому что чувак сказал код если бы я не записывал видео не болтал здесь не рассуждал о том об этом и не думал о тысячах вещах одновременно я бы разумеется этот ход не забыл пошел бы его белого все поэтому и это не читерство это норм я просто так скажем восстановил себя в памяти код и взял патронов которых я так нуждаюсь так что не стоит на меня гнать бочку но если очень хочется можете написать комментариях по этому поводу я в общем-то не обижу еще один артвайл мне вот не нравится что ты тут призываешь тонны импов когда когда где-то 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 он он сразу по два что лимба призывает так а чем а чем с тобой биться вообще вот мне интересно а чем с ним биться я выдал очень много выстрелов из плазмогана я думаю что нет куда я думаю что определенное количество плазмоганных выстрелов ушло вот в эту решетку за которой он стоял но но чем же убить я думаю лучше всего бить его из ракетницы потому что он немножко тормозит стоит он немножко тупит он там вызвал моба и стоит и курит ждет что дальше произойдет он не спамят их бесконечно поэтому я думаю что как раз таки ракетница против него будет наиболее действенным оружием пока он там стоит 4 размышляет думает вот и мне опять верят крыл слушайте в этом уровне этот монстр для уже второй раз открывать дверь вот я думаю что ракетница ракетница будет как-то наиболее наиболее приемлемо для борьбы с арчвайлом так у автосейф сектор анабиозных камер комплекса чем-то это мне fallout 3 напоминает обнаруженные при испытаниях телепортатора производившимся на третьем уровне комплекса добытые экземпляры похожи являются углеродными формами жизни и обладают чрезвычайной устойчивостью высоким температурам и что важная ткань чрезвычайно устойчива к трению и разрезу что сильно затрудняет исследование их внутреннего строения эти существа обладают невероятной силой и ловкостью некоторые виды способны создавать сгустки плазмы и управлять ними каким образом существа порождают эти сгустки неизвестно существует мнение что эти существа обладают зачатками интеллекта и социальной структуры трагические судьба первых экспедиций сквозь портал подтверждает за поимку этих существ нам пришлось заплатить множеством человеческих жизнь а зачем ловить и создать полную генетическую карту подопытных экземпляров это поможет нам ответить мало патронов в стосовом поздруге рассказал мужик о том что в общем-то поймали они импов в аду за это пришлось заплатить многими человеческими жизнями а зачем вообще тогда ловили разве это того стоило о для нас смотреть какой красавчик это что это еще один имп это это вообще что то это вообще такое и откуда это я такого монстра не видел но это видимо какой-то зомби а я все могу это скачать а чё ну давай скачаем экземпляр 27 ну да явно не в лучшей форме вот мне нравится ревенант посмотрите какой красавчик вообще прям прям полностью сохранен позава создан как как полагается ревенант прям очень круто ревенант прям очень нравится мне а куда я все это скачиваю интересно где что можно почитать и в общем то он сказал то чтобы их очень тяжело исследовать ну что у них там прочная шкура они там жесткие тяжелые крутые и там у них интеллект есть там они они сильные могут короче кидаться фаерболами неизвестно правда откуда они берут и и все вот в общем то вот так закрыт закрыт найдите альтернативный путина альтернативный путь на второй этаж хорошо найдем а где 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 все а архив разработок экземпляр 197 черт а где остальное я же сколько накачал это было это тоже все было где остальное то я же нас качал столько всякого так а ну все мы здесь надолго но давайте читать черт стало быть без или им сильные конечности этого гуманоида доделают в очень ловким как на двух ногах так и на 4 его длинные острые когти позволяют ему карабкаться по поверхностям набор из десяти глаз дает этому существу широкий обзор и возможность видеть плохо освещенных помещения ну в общем то да это просто им просто им хотя должен сказать что построен с классической версии импы он здесь намного намного круче потому что классические им покидали просто фаерболы по прямой здесь он как-то кидает их дугой может быстро бегать может стрейфится может прыгать при этом глаз у него там не два целую кучу поэтому он это прям им про апгрейдился по сравнению с классическими думами и и про апгрейдился нехило а живой мертвец частично частично живой мертвец может функционировать без основных функций мозга для этого существа не имеет значение самосохранения несмотря на медлительность передвижения они агрессивные крепки но это зомби про зомби сказать нечего миличных зомби кстати не было в классическом доме только только стрелки поэтому здесь их добавили из таких типичных хорроров черт частично а частично имеется ввиду частично сохранился частичный образец экземпляр 27 левая рука ампутирована для биологических исследований ученые сейчас выясняют как это существо может создавать и кидать взрывающиеся сгустки плазмы своих рук ревенант эндоскелет этого существа виден через полупрозрачную хрупкую кожу несмотря на отсутствие видимых мышц это существо может бить в ближнем боюсь чудовищной силой да я кстати с этим уже познакомился две пушки на плечах управляемые его нервной системы поздравляю поздравляют позволяет существо пускать направлены направляемые ракеты я просто удивился тому что нервная система запускает ракеты с пушек на его плечах мне кажется некоторых людей и ракеты бы вылетали постоянно и самопроизвольно рыцарь а рыцаря да это же бар барон или холлайт частично размер этого черепа размер черепа этого двуногого экземпляра указывает на то что это одно из самых больших существ населяющих зону он превосходит свою жертву великой силы рыцаря да один из самых страшных хищников которые встретили наши ученые как и черт это существо может защищать себя на расстоянии кидая сгусткой плазмы ну я бы кстати говоря не сказал что он может защищать себе я не представляю от кого импу или барона нужно себя защищать скорее атаковать на расстоянии так что здесь формулировка крайне неправильно но это радует это радует что барона в этой игре тоже есть так ну это в общем-то ревенант это имп частично это зомби частично а это стало быть барон барон ада ну правда от него здесь немного осталось только голова и позвоночник но судя по всему он реально огромный потому что позвоночник толщиной просто я не знаю в мою ногу наверное в ногу думгая и это цельный имп цельный имп хватит мы это уже слышали удивительно что они мне очень интересно как они смогли переволочь из ада ладно им пола 1 ревенанты пускай допустим но барона если он такой гигантский огромный сильный как они смогли его выволочь и неужели и неужели это я здесь есть и неужели это реально стоило всех человеческих жизни как они это объясняли их родственникам но ты где какой люк мне кажется что что мне подскажешь что так стоп это мне не нравится давайте попробуем сделать все то же самое только в два раза быстрее мусор может я успею его спасти пожалуйста давай я бегу я бегу 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 живи понятно это 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 так и было это триггер на мужик валяется уже дохло несмотря на то что я подбежал сюда тогда когда он кричит нет господи мама и что ты там еще но им готов уже был на меня напрягивать так что меня не обманешь джейкоб стиммонс тоже давай посмотрим джейкоб стиммонс что ты там хотел бы сказать при смерти тоже нет аудиозаписи на удивление тихий сегодня у нас туда попадаются супервайзер анализа так и на почте два письма томас фрэнкс обновление кода джейкоб мы недавно изменили код хранилища рядом с управлением трансфер остаться на 371 пожалуйста сообщи об этом в отчете чтобы местная охрана была в курсе спасибо томас фрэнкс охрана дельта клерк хорошо обслуживание ри питание нет этот мужик написал чертовы питание всю неделю вырубается в зоне трансфера образцов таким условиях очень сложно работать вы можете сюда кого-то прислать чтобы разрешить ситуацию вы можете сюда кого-то прислать чтобы разрешить ситуацию и ответ мистер стиммонс мы знаем о проблемах с питанием вашей зоне в данный момент мы разбираемся с несколькими проблемами по всему комплексу дельта очень поможет если вы проверите схемы предохранителей в облуд в обслуживании 04 возможно это всего лишь сбой пожалуйста заполните отчет когда мы пожалуйста заполните отчет мы отправимся в ваш отдел как только сможем ну хорошо главное что код получили аудиозаписи нет где шкаф наверно где-то здесь правильно о нет здесь просто здесь просто куча приятностей в общем то вовсе не зря я сюда пошел судя по всему потому что без всяких кодов мне досталось много и много полезного 10 кп я потерял на лестнице но деревянный дунгай абсолютно не дружит с лестницами абсолютно не умеет по ним спускаться может только карабкаться это как тут огорь который может только бить и больше ничего вообще дугай прям я я с него просто шоке человек отчетный спорт с дробовиком ходу человек просто невероятные выдерки закалки крепчайшей психики которому настолько на все насрать может быть потому что он просто ничего не понимает что происходит вокруг я не думаю что этот старый точнее не старый а просто вояка блещет интеллектом и вообще соображает что это такое то это такое ой привезите мне этого робота давно не был активировать конвейер конвертским с импом что ли питание онлайн да вот только им по мне здесь не хватало или ты поедешь и будешь освещать не путь ой приятно спасибо но кстати говоря в бфг edition это не так важно потому что я могу и стрелять и светить фонарем но я понимаю что в классическом третьем доме не бфг edition можно было делать только что-то одно и это в общем то было очень полезной вещи ну давайте попробуем без фонаря побегать правда могу чинить просрать поэтому я пожалуй все таки ну что происходит эта музыка или или что вообще случилось а пол провалился когда запрыгнул на этот шкаф ну и конвейер уехал поэтому без фонаря мне осталось бы здесь только петушки сосать поэтому я я решил все-таки включить фонарь потому что я видел что на бочке что-то лежит но не видел что я очень боялся прокрукать педальность еще чтобы не имеет возможность куда-то зайти поэтому я решил что я сначала подумал что будет неплохо побегать без сонаря но потом потому что нет это это будет ненужным усложнением качество жизни по провалился тут все подсобирал можно идти дальше штука уехала уехала так что я теперь без понятия где не показалось это нога импа это кусок стены и брок кстати темнота кроме что не видно вообще ни хрена не видно низги как говорится небо птичку какой-нибудь адресу к курсирует по кругу она возвращается но мне от этого не легче где ты где ты я же только что там был я же только что здесь ну да реально некоторые монстры появляются просто из ниоткуда не из открывающихся стен не телепортации они просто появляются и все так хорошо но здесь по всей видимости выход но я же не был еще там правильно давайте глянем что здесь давай выскакивай там меня найдешь когда тему будет нужно наверное что то есть и здесь кстати довольно хорошо пособирал патронов на плазму нужно сказать у меня они почти начали заканчиваться охренеть вот это было прям да и как раз в этот момент я выключил фонарик чтобы он подзарядился и и а как так получилось что этот им подошел бесшумно мне кажется что грязным методом его просто телепортировали мне прямо под нос ну или близко к моему носу и мне пришлось с этим справляться потому что не было слышно ни его шагов него крик тени не вот этого не вот этой хрени слышно не было поэтому это был очень грязный некрасивый мерзкий прием тьфу на того кто это придумал 371 и да патру патронов на плазму мне надавали чуть-чуть и как все что ли он дошел до . так значит там было что-то дальше не да так я хочу вернуться назад теперь потому что я выходит пошел туда куда надо вместо вместо побочного чего-то второстепенно ну так вот начали начали заканчиваться от эту вторая штука или я отсюда пришел я что в круговую сходил дал реально это круг это просто круг забавно ну что же хорошо пусть так в общем в общем начали кончаться да на плазмогание патроны я уж подумал о том а что будет если я встану сюда с тобой вместе будет чё будет чё будет понятно мог не отвечать вариантов посмотреть что будет мне не дали просто убили меня и все поэтому я уже схватился за другую оружие но как-то получилось так что один ящик 2 3 4 опа и патрон на плазмогание уже снова почти пол ну хорошо хорошо все неприятный был прием с тем то что им по закинули прям под нос это где-то я тебя не вижу а вот опять вот их просто появляют и все бессовестным образом бессовестно но еще по трошке давайте и отдельно хотел сказать по поводу а кстати на карачках бегать нельзя отдельно хотел сказать по поводу адреналина вот там когда первый раз я встречался с арчвайлом рядом с аптечкой лежал адреналин который я тоже взял я решительно не понимаю для чего он в этой игре вообще нужен не показал всех двое совершенно совершенно если честно не понимаю зачем он нужен в этой игре чтобы далеко быстро бежать убегать от кого зачем ну то есть как какое у него применение какой днем смысл хотелось бы мне узнать потому что потому что в этой игре нету таких моментов когда нужно быстро 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 прям бежать убегать кого-то догонять не это не какой-то квест это коридорный шутер которым ты потихоньку идешь потихоньку отстреливаешь а вовсе не а вовсе не бежишь или убегаешь и чуть очень тяжело видео диск это мы любим опять опять развилка лифт и дверь давайте сначала дверь с вами а это я нашел альтернативный способ подняться на второй этаж точно хорошо давайте сначала посмотрим видео диск все уж остается музей статис описание музея демонов в этой лаборатории содержатся и изучаются существа из иных измерений обнаруженные при испытаниях телепортатора производившихся на третьем уровне комплекса добытые экземпляры похожи являются углеродными формами жизни но мы слышали это но видео не видит высоким температурам кожная ткань существ чрезвычайно устойчива к трению и разрезу что сильно затрудняет исследование их внутреннего строения эти существа обладают невероятной силой и ловкостью некоторые виды способны создавать сгустки плазмы и у интересны как они в делениях выбрали силу и ловкость неизвестно существует мнение что эти существа обладают зачатками интеллекта и социальной структуры трагическая судьба первых экспедиций сквозь портал приятно за поимку этих существ нам пришлось заплатить множеством человеческих жизней неприятно создать полную генетическую карту подопытных экземпляров это поможет нам ответить на многие вопросы ну что ж спасибо за повторение экскурса но понятно что так или иначе мы доберемся до портала скорее всего сами попадем в ад но с тем как готовят пол смотрите батарейка валяется плазменно здорово как-то я чуть не просмотрел хорошо что остановился а потом не говорят зря останавливаешься вот остановился нашел плазменную патрон на плазму так вот попадем конечно но с тем как нас подготавливают вот этими голосовухами письмами там рассказами видео дисками кажется что в аду там прям ну вообще не просрать настолько плохо все поэтому уже не терпится побывать там чтобы так сказать убедиться в этом волочью ну либо же сказать новые неженки вот дуга насрать а вы то чего там по перепугались посходили с ума вот я уверен вот я не знаю я не могу относиться нормально в дугают в этой части думаю один или души кучей был найден в две тысячи сто четвертом году при раскопках в регионе где исследователи фуэси обнаружили следы мертвых цивилизации об этой цивилизации что она была уничтожена каким-то катаклизмом если верить расшифрованным надписям на пакете и ровными добычах на этих руин из тех обрывков информации которая нам удалось обнаружить возникает картина высокоразвитого общества обладавшего технологией на уроке чудес примером тому могут быть необычайные особенности души куба все попытки изучения внутреннего устройства души куба оказались тщетными ни масс спектрометра ни рентгеноскопия не дали достоверной информации о молекулярной структуре этого объекта артефакт нельзя также взвесить и ни один тест не смог определить его массу все попытки физически нарушить целостность объекта оказались безуспешными также не дали успеха попытки расшифровать письмена которыми просто усеяли поверхность фактически мы знаем о нем только то что артефакт сохраняет постоянную температуру 37 и одну десятую градусы цельсия наши исследования продолжаются и мы надеемся что в один прекрасный день сможем поделивать технологиями но я точно смогу продолжают продолжают закидывать сюжетом с каждым уровнем но в общем-то говоря называют он его душу куб но мне не очень нравится это наименование потому что она звучит как душ и губ хотя может быть в этом то и фишка да но куб душ мне нравится это больше очевидно что когда-то мы его получим свои загребущие лапы и можем им пользоваться но о чем сказал мужик мужик сказал о том что вот они его нашли в марсианской поверхности это значит остатки какой-то древней цивилизации которая здесь жила правило и все вот это но понять что такое он из себя представляет мы не можем не распилить его не то болгаркой не ножовочкой подработать не там они перестань и в общем в общем не никак его никак не исследовать не померить даже массу его ясно только что температура у него примерно как у человеческого тела но что интересно мужик сказал что неизвестно а там видео есть ну есть видео что видеодиск вы мне не дадите посмотреть все это по-нормальному есть вот видеодиск хорошо и в общем он сказал что на нем есть какие-то руны какие-то письмена но и их якобы не удалось расшифровать но маккорник смог мы как бы знаем что он смог расшифровать руны и в общем то инструкция на души губе написано инструкция по применению что удивительно и он как бы маккорник нам рассказал о том что там нужно 5 монстров убить потом он зарядится потом ты можешь его кинуть сильно ударит там откилется от вампирится но этот мужик видимо об этом не знает я попытался сфокусировать матрицу на этом душу губе но матрица не сфокусировалась почему потому что по всей видимости именно отсюда битрогер этот души куб и умыкнул куб душ душ и куб куб душ что-то мне это напоминает ладно здесь вот есть видеодиск и pda сразу все на свете лари булман души куб душ что же мне это напоминает ну давайте посмотрим то же самое только только с картинкой перед вами артефакт ю-1 или души куб уничтожено каким-то катаклизм если верить расшифрованным надписям на покрытых иероглифами табличках найденных в руине пусть их обрывков информации которая нам удалось обнаружить возникает картина высокоразвитого общества обладавшего технологией на уровне чудес примером тому могут быть необычайные особенности души куба все попытки изучения внутреннего устройства души куба оказались чем ни масс спектрометра ни рентгеноскопия не дали достоверной информации о молекулярной структуре этого объекта артефакт нельзя также взвесить и ни один тест не смог определить его массу все попытки физически наружить целостность объекта оказались безуспешны также не дали успеха попытки расшифровать письмена которые просто усеяны на верхность души куба фактически мы знаем о нем только то что артефакт сохраняет постоянную температуру 37 и одну десятую градуса цельсия наши исследования продолжаются и мы надеемся что в один прекрасный день сможем повелевать технологиями заключенными ну как я уже и говорил как я уже говорил если бы знать что есть видео конечно можно было бы это все совместить но но увы и ах так ладно давайте смотрим дальше лари булман директор разработок в этот раз есть аудиозапись которая называется куб души оружие ну что ж давайте посмотрим у сколько писем от малькольма битругер и от битругера от самого доктор булман я получу ваш отчет он меня задача учитывая как мало мы знаем об этом объекте я не могу понять как вы пришли к такому дикому заключению и вообще каким-либо заключением пришлите мне все ваши записи для срочного просмотра в это время для вашего же блага не делитесь этими сведениями ни с кем я не хочу чтобы люди решили что у одного из моих лучших ученых настал полет фантазий а битругер то наверняка и сам об этом догадывается просто просто прикрывается ну куда уж без спам от маршин бадди нихрена себе сколько написал возможно вы победитель доктор булман то есть спамеры даже знаю как его зовут надеюсь что до вас дойдет это письмо я скрыл свое настоящее имя адрес замаскировав это письмо он может читать ваши сообщения ваш босс не буду назвать его имя намного опаснее чем вы можете представить я считаю что он использует вас и подрывает вашу работу я считаю что ваши выгоды верны и он это знает он хочет скрыть правду от юси использовать объект сам я еще не знаю зачем но я узнаю сделайте что сможете чтобы остановить его не давно не дайте ему завладеть объектом вот в общем то я был прав то есть битругер конечно же коваренный хитер а это кто-то ему написал наверное маккормик который замаскировался под маршин бадди что ж маскировка просто уровень бог замаскировать только отправительно но сам текст письма как полностью открыт ну что ж такое координатор ок волонтер сегодня комплект комп комплекту комплексу юси на марсе нужны волонтеры мы хотим дать вашим людям возможность помочь следующих зонах комитет безопасности работайте с командами чтобы сообщать персоналу юси как важна безопасность на марсе проверяйте расположение аптечек в комплексе планируйте события для месяца безопасности в этом отделе волонтеры заработают заработают пять дополнительных кредитов в месяц помыль помощники растут что вообще к чему для планируйте события для месяца безопас я просто считаю я вообще не понимаю что мечта какого месяца безопасности это как час дерьма только месяц безопасности или как это проверьте расположение аптечки ясно она ясно в общем-то обслуживание помощники разработок лаборатории дельта ищут людей которые помогут в наших потрясающих исследованиях проекта много уточните детали у координатора разработок потребуется пройти проверку здоровья и подписать отказ от обязательств в этом отделе волонтеры зарабатывать 25 дополнительных кредит в месяц вот вам и помощники разработок которые зарабатывают 25 кредитов в месяц отправляются в ад и потом либо умирают там либо приходят с безумными за дополнительной информации обращать к сиере олсом координатор волонтера в окку и си ян маккормик это оружие вот я сказал маккормик я же сказал это был маккормик лари ты был прав куб души это оружие я перевел глифы и теперь понимаю как он работает об душе нужно зарядить петель использованием души внутри него должны достичь пяти потом спиритуальная матрица достигнет позитронного заслона основываясь на нашей интерпретации глифов у куба есть способ сообщить о своей готовности но непонятно как это происходит самое главное что мы еще не что все мы все еще не знаем что произойдет когда его включить это выходит за рамки компетенции базы на марсе даже веси нельзя доверять битругер у он сошел с ума я готовлю отчет который отправлю высшему начальству земли удачи и да поможет нам бог вот им ян маккормик перетрухал на перетрухал вовсе не зря потому что это по всей видимости единственный адекватный человек вообще на всей базе который понял что к чему и как вообще все работает то есть респект хорошо что я его не убил ну и вообще кстати говоря я подумал о том что было приятно что на этой базе все-таки остались какие-то живые люди кроме самого вот дуга и да и не все сдохли в общем то есть кому найти и с кем даже пообщаться можно а иначе как еще узнавать о сюжете ну что давайте послушаем куб душе оружия главный научный сотрудник на липу ну и белосок перед вами артефакт я изучал знаки в кубической форме которые некоторые называют души когда его не осуществляют предыдущих исследований я пришел к выводу кушку на устройство должно было служить если броски напряжения наконец прекратятся и я смогу наконец включить линговый анализатор то уверен эта гипотеза подтвердится лишний повод подать очередную жалобу на перебои с энергией в этом богом забытой дыре и так отвратительные условия а еще свет постоянно мигает ладно я отвлекся то что я дошифровал к данному моменту несколько настораживает похоже что когда владелец артефакта ранит или убивает другой существо куб как-то подпитывается этой болью как только количество накопленной энергии доходит определенном уровне артефакт сможет убить что угодно если мы приказать как конкретно приказать я не знаю но есть намеки что после приказа он работает автоматически пока я смог расшифровать только две трети иероглифов но потому что я уже сделал видно что это невероятно мощный артефакт прекрасно известно что пока он никак не реагировал ни на что не поддавался не сканирование неразрушающим тестом не любым другим методом исследования кроме разве что фотосъемки подозреваю что теперь он пригоден лишь в качестве пресс-папье бесполезное наследие когда-то великий цивилизации конец записи они записи что-то мне код ты не сообщил как я должен узнавать о 372 спасибо то это удивительно смотрите-ка фантастика открывать осторожно да уж осторожнее некуда три шестерки код хранилища все они до этого были пронумерованы как-то 100 112 13 прочее здесь три шестерки и впервые мы видим что висит стикер на котором написан код чтобы не надо было себе мозги компостировать открывать осторожно но видимо кто-то из людей здесь спрятался но каким-то образом им к его все равно здесь нашел и покушал так сфоткать нечем подобрать не могу идем дальше да хватит ужасно просто я мне кажется что я сейчас сам начну говорить таким же голосом как тот мужик и чьюудиозапись мы только что прослушали ужасный просто голос кто зачем так озвучил его я не понимаю просто не представляю форма чуть-чуть в общем я там и зачем и сделал выводы просто кошмар какой-то но вкратце говоря он изучил этот куб душ пришел к выводу к такому же как им окормить то что это реально оружие но он без понятия как его как и зачем его активировать поэтому он собрался прижимать им бумаги потому что он по его мнению юзлис ну где ты где-то вон он короче он ему кажется что куб юзлис и типа как для чего и кому его надо и вообще применять как и но 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 согласен с макормиком реально оружие реально оружие и пока мы подходили сюда битругер сказал что так откуда ты что нет начинать не нравится как они по-дебильному начинают закидывать импов это что-то в этом уровне какой-то перебор уже если честно то поднос запихивать то есть шкафчиком со шкафчиком хотя прикольно было но вот это что уж как эта хрень получили битругер сказал что я теперь знаю про куб душ теперь я выяснил теперь я все знаю информация полностью моя но мне никогда не найти битругер следит за мной внимательно следит прям изучает как я перемещаюсь передвигаюсь ну вот опять код доступа от кучки знаю какой код доступа никто мне не сообщил это что то что он понимает то что я хочу хочу конечно этим оружием завладеть этом был снизу или нет мне интересно но мне кажется что да прыгнул и попаду в начало уровня доступ сектора 3 о сюда то мне надо и в общем битругер наблюдать за мной наблюдает и видит элизабет макнил видит что я иду видит что я хочу видит что я пытаюсь и говорит что нет хрен ты хоть и молодец справляешься пробиваешься кстати битругер хвалит меня них и не меньше чем сержант килли по сути и говорит что нет нет не получишь не достанется не видать тебе из клуба душ как своих ушей элизабет макнил ну что ж макнил давай нам сразу похода выдавать кто такая нет аудиозаписи директор разработок значит все на почте от или от эсвона кстати от этого инспектора за которым мы бегаем отчеты расследования мисс макнил я получил ваш запрос кстати очередная девка которых коих не не так уж и много на базе я получил ваш запрос на расследование деятельности на марсе по приказанию совета я скоро отбываю к вам ваши обвинения доктора битругера восприняли очень серьезно как вы уже знаете политика юси не отобряет публичных слушаний тем более если они словно на слухах мне было велено пояснить вам что вы не должны обсуждать с кем-либо мне департамента спасибо элиот свон советник юси то есть элиот свон никакой не инспектор он советник который взял на себя обязанности инспектора приехал расследовать всего лишь советник майкл абрамс заменение кода склада вот где ты был майкл абрамс раньше в прошлом уровне где же ты был где же ты майкл абрамс был как-то мне нужно было бы фг получить всему персоналу сектора 2 чтобы понизить количество ошибочных запросов я изменил коды по всем складам зоны нам нужно ввести по долг нам нужно ввести подробные записи всего инвентаря на складах пожалуйста запомните что новый код для склада 07725 шеф охраны дельта шеф ты меня так подставил шеф 725 хорошо давать сразу сделаем делаем им 25 значит сюда а потом посмотрим третье письмо точнее 2 от него вот нормальненько так доставлено вам приятелям кто твой приятель бесплатно это стало быть маршин боди а про маршин боди что-то было у стиммонс что или нет или у буллмана так стоп у кого-то из них было и вот хранилище приятеля нормально а можешь выйти в сети поискать код мы не знаем какой код мы пока не знаем какой код где-то видимо видимо возможно он где-то будет рядом мой патроны патроны за патроны огромное спасибо к славу славу к слову говоря только на в общем-то плазмоган основу не берутся в какую мне выйти сеть чтобы узнать какой код может 30 для шестерки 123 а почему он вообще не вводится как вообще вводить здесь код алё ну по всей видимости этот шкаф не работает потому что я вообще ничего не могу даже начать водить правильно может от одного даже так я ничего не могу вводить здесь и я не думаю что это засчитывается короче короче хезе дойти в сеть и поискать от него кота в какую нахрен сеть здесь что ли что то и где код вот где ой не знаю возможно стоит шкаф попросту не открывается возможно и так так ну хорошо и было еще одно письмо от абрамса всему персоналу сектора 2 код доступа сектора 3 изменился из-за полугодовой ракода ротации новый код 463 ну спасибо спасибо что сообщил ну реально реально мне кажется что мне кажется что попросту попросту не попросту не ну если в воде даже ничего нельзя тука как я должен быть где не было нигде конечно я могу опять и просто волосится но мне кажется нет что удивительно звук открытия двери чем-то совпадает со звуком а импа который собирается атаковать очень совпадает поэтому всегда когда открываются двери мне кажется что собираются нападать им я иногда напрягаюсь из-за этого так ну что арчвайл здорово а чё так близко ничьи все между гону ничьи все так он оказывается и в мили еще гора сбиться смотрите какой интересный товарищ получается он может вызывать остров не только в этой комнате а вообще где угодно в том числе комнате сзади либо он не успел никого вызвать этот появился сам но откидывается он вплотную тоже них его 32 урона 32 урона при том что у меня полная броня это малость немало но на самом деле не знаю зачем его кинули мне прямо под ноги потому что это элементарный был бой и убивать его особо было несложно чего там убивать то было этого арчвала как-то умбре кипер это бы не понравилось она не любит вот я кстати предполагаю что это выход кстати посмотреть какая ладошка кровавая на двери ну да это выход и по традиции вот это прямо прямейшая отсылка к классическому думу ко второму как раз то что умбра кипер не любит больше всего когда одинокого беспомощного беззащитного арчвайла ставят перед выходом в комнату и ты убиваешь его вообще вообще бесплатно и он бедняга ничего не может сделать признаюсь мне в такие моменты x их тоже становится жалкой так что зачем издевательство какое-то но арчал есть арча к слову говоря здесь в этой в этой части дума у меня к ним к ним претензий пока что никаких нету если они не воскрешат мобов а просто сомонят их ну я понимаю это примерно одно и то же но это импы окей это не бароны какие-нибудь вот если он начнет вызывать баронов у меня претензии начнутся но пока он просто вызывает импов и стоит ждет пока я их убью это ну не так опасно как это в классическом доме где я этого монстра просто ненавижу а здесь ну нормально ну чтож вот и выход из уровня вот выход из уровня 55 минут примерно это заняло вот в общем то такой выдался уровень не знаю следующий кстати говоря лаборатории дельта сектор 3 что ну и что как бы намекает что до 4 сектора не так уж в общем то и долго осталось с учетом того что может быть у третьего тоже будут буквы a b c и там до z или может еще каких-нибудь не знаю какой-то прошлый уровень выдался каким-то каким-то жеваным комментарий ванам не знаю такое впечатление о нем осталось неоднозначно просто странно вот эта политика что сначала тебе говорят а потом ты это можешь посмотреть в итоге ты стоишь слушаешь теряешь время и потом смотришь еще это все но как-то как-то непонятно плюс еще прослушал кота шкафчик и ну ладно это конечно бывает я бы я ну я не мог его переслушать то есть если бы я мог загрузиться или переслушать его я бы так и сделал но 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 нет нет а пропускать полностью из-за того что прослушал в угоду записи я не хотел поэтому пришлось заходить на дум веке тоже такая история но ладно ничего плохого не случилось это же не чит в конце концов но в общем и целом какой-то двояко раз того впечатления этот уровень поэтому не знаю но в целом все еще ничего все еще продолжаем двигаться дальше и узнали про куб душ немного больше если вам понравилось это видео ставьте лайк подписывайтесь на канал нажимать на колокольчик и оставлять свое мнение в комментариях под этим видео спасибо за то что посмотрели этот выпуск до встречи в следующих уровнях пока